Но в Нижнем Новгороде состоялось освящение креста и купола колокольни возрождающегося храма Преображения Господня. Торжество возглавил митрополит Нижегородский и Арзамасский Георгий. Сегодня благословенный день, исторический день. Мы совершаем молитву на освящение честного прящего креста на колокольню. Однажды когда-то некогда величественных храмов города, богоспасаемый Нижний Новгород, храма в честь Преображения Господня. Так митрополит Нижегородский и Арзамасский Георгий поприветствовал прихожан Преображенского храма в Канавинском районе. Эту церковь мальчишкой видел будущий писатель Максим Горький. Они жили какое-то время недалеко, когда он из Сормова переехал к бабушке с дедушкой. И вот сохранился дом, где закончилась жизнь его мать, похороненная на этом кладбище. Храм восстанавливается уже более 10 лет. Сейчас завершается строительство колокольни. Водружение креста и купола – важный и долгожданный этап в процессе реконструкции. Мы, прихожане этого храма, славного Преображения Господня, очень давно ждали такого момента, когда храм предстанет уже в завершенном виде. Долгое время он находился в период богоборчества, совершенно без купола, без колокольни. Все это было разобрано, уничтожено, потому что здание было преобразовано под светское. Сначала как здание партийного руководства района, затем дом пионеров. И вот здание приобретает законченный храмовый вид с завершением строительства колокольни. Чего мы и ждали, чему радуемся. Благословляется и освящается знамение все крестное, как и приводы все священные, во имя Отца и Сына и Цвета Гудуха. Я даже должна сказать, что у меня муж был звонарем в этом храме. К сожалению, не дождался такого дня, умер год назад. Но я думаю, что он там тоже радуется с нами, что сегодня, наконец, у нас колокольня будет с куполом и с крестом. И, наверное, скоро колокола туда повесит и будет уже похоже на настоящий храм.